Привет, мои хорошие! С вами Селена Свеи, и сегодня у нас будет видео о красоте. Я хочу поделиться с вами тем, как быть красивой и вот именно ленивым девчонкам, которые не хотят и не привыкли по 2-3 часа тратить свое время на уходы за собой. Я человек в этом смысле ленивый, но при этом я всегда люблю выглядеть хорошо. Ну, не всегда, потому что с ребенком я люблю всегда выглядеть хорошо, но не всегда получается. Но есть определенные секреты, что вы можете все равно выглядеть лучше, чем вы выглядели бы. И я расскажу свои секреты, я расскажу, на что я в первую очередь обращаю внимание, на что можно делать, чтобы надолго сохранить эффект и просыпаться красивой, как вот говорят. Да, умоешь косметику всю, проснулась и некрасивая какая-нибудь, а потом под вечер красивая. В общем, давайте начнем сначала. На что я обращаю внимание. Всегда у девушки должны быть ухоженные волосы. То есть за волосами нужно следить, восстанавливать их, как-то питать, выравнивать. Я не укладываю волосы, у меня сами по себе они прямые. Я просто сушу феном и феном вертикально, расчесывая, протягиваю. То есть получается такая вытяжка, но естественная, чтобы волосы не торчали в разные стороны. Это тоже очень важно. Вот волосы это одна из важных вещей, да? Вот пусть девушка не накрашенная такая, какая-нибудь не в настроении, но она если распустила свои волосы, все, она звезда просто. Они когда хорошие, не торчат петухи никакие нигде, да? Это важно. Вот что касается волос и покраска, да? То есть когда корни торчат, это тоже некрасиво. То есть я настолько понимаю, что в салонах это очень многое уходит на это, и денег, и времени, поэтому я приноровилась, например, дома. Я нашла для себя краску, я подкрашиваю корни, если что, тонирую, экспериментирую с разными цветами. У меня все эти видео в плейлисте волосы есть, вы можете заходить смотреть, кому это интересно. Блонд у меня всегда разные оттенки. То есть волосы номер один, я считаю, что это очень важно. Второе, на что я обращаю внимание, давайте пройдемся сначала по лицу, потому что лицо это наша визитная карточка. Волосы. Дальше. Брови. Я сделала татуаж бровей, это супер для ленивых, это вообще моя находка. Это я вообще не понимаю, как я раньше жила, я реально ходила в салоны постоянно, подкрашивала все это и сама, и в салонах, чтобы не делали форму там, то выщипаешь лишнее. Но это вообще, я сделала татуаж сейчас, вот, у меня брови вообще, я их вообще не трогаю. Я их даже щипаю, мне кажется, раз в месяц там подщипываю что-то, но мне сделали вот так форму по моим бровям, цвет подобрали, что даже можно не красить. Но я их немножко краской крашу, но и то этого хватает тоже на месяц, на два, то есть можно не запариваться, они даже не накрашенные краской, отличные. Поэтому, девчонки, если вы хотите классные себе брови, это вообще, это половина макияжа, честно. Если брови красивые, накрасил губы, все, ты идеал, просто. Это вот для меня реальная находка. Поэтому, если вы еще не пробовали, попробуйте, но очень важно найти хорошего мастера, потому что очень много было экспериментов с этими бровями и у моих подруг, знакомых, и у других. Очень важно найти хорошего мастера. Я нашла своего мастера, я надеюсь, она будет продолжать это дело, потому что я не знаю теперь, как я без нее. Я только к ней. Но вообще можно поискать хороших мастеров. В общем, это важно. Ну, это находка, это классно. Даже когда вы просто красите бровки и щипаете, этого тоже хватает ненадолго. То есть краска смывается, брови в разные стороны, короче. Ну, в общем, брови. Дальше давайте начнем с губ. Следующее, что можно сделать, это татуаж. Я делала два раза, по-моему, татуаж губ, если я не ошибаюсь. Но, честно говоря, мне нравится цвет моих губ. Я люблю такие, знаете, голубо-бледно-розовые, они у меня такие. И я скучала, честно говоря, за своим цветом губ, когда сделала татуаж. Но с татуажом губ вы просыпаетесь, красотка. Не нужно красить губы постоянно. Сейчас для меня находка это матовые помады. Честно говоря, я крашу на целый день, целый день красоткой. Сына могу целовать и кушать, и все на свете. Поэтому сегодня тоже я была на фотосессии, я накрасила губы. И вот, но я не ела, правда, ничего еще. Но все равно как-то красиво, а меня не напрягает все. В общем, татуаж тоже хорошая находка. Главное сделать, знаете, под свои губы, может быть, чуть-чуть темнее или розовее. Так, чтобы вы сами себя даже почувствуете красоткой. У вас как бы немножко губы такие прикрашенные, да. Это очень классная идея. Дальше идут реснички. Наращивание ресниц. Честно говоря, если у вас свои классные ресницы, то можно их просто покрасить краской. Я мечтаю, честно говоря, отрастить свои ресницы. Есть такие всякие там карпрост, еще что-то. Я ничего не пробовала, меня надолго не хватает. Но вот хочется найти что-то без гормонов, что-то хорошее такое, да. Что вырастить свои вот такие вот реснички. А потом просто взять их и накрасить черной краской. И будет вообще зашибись, я считаю. Но пока этого нету, я наращиваю реснички. Сейчас они у меня уже не нарощенные. Я приду к своему мастеру, и она мне сделает. Это очень классно, красиво. И просыпаешься, ну, не знаю, 2-3 недели, ты ходишь прекрасно. Мне очень это нравится. Честно говоря, когда реснички нарощены. Такие вот мои сигаретики красоты. Дальше. Зубы. Вообще, что касается зубов, это, не знаю, может быть, не у всех этот загвоздка. Я с детства, честно говоря, вот у меня это был какой-то клинок. Я всегда смотрела на рот. У меня не было ни разу парня с каким-то некрасивым ртом или там с какими-то некрасивыми зубами. Я потому что просто не могу. И для себя мне тоже это было важно. Я завидовала всем, у кого... Ну, как завидовала, я прям смотрю, как я хочу белые ровные зубки. И для меня это важно. И для меня я прям бы... Вот, девчонки, я бы собирала деньги на красивые ровные зубы. Они реально меняют жизнь. Когда я в первый раз поставила виниры себе вверху, это просто. Все люди обращают внимание, говорят, какой у тебя красивый рот, какие у тебя красивые зубы, какая у тебя красивая улыбка. Ну, раньше говорили, но не так это было. Тем более я сама понимала, что... Ну, оно по-другому стало. Все начали прям говорить. Они сидят и смотрят тебе в рот. Это так необычно. Поэтому, девчонки, у кого что-то не так с зубками, я считаю, что это лицо, оно должно быть идеально. Ну, вот это мой секрет. Это мой секрет красоты. И я рекомендую вам собирать деньги. Сейчас тем более, если я вот поставила, например, себе винир без обточки внизу. И очень даже недорого по сравнению с люминирами, которые у меня наверху. Поэтому сейчас это достаточно доступно. Понятно, что это все равно не дешево. Но я вам рекомендую иметь белые красивые зубы. Фасад должен быть прекрасен. И вы себя будете чувствовать увереннее. И вообще, ну, как бы это круто. Так, что мы прошли, значит, да? По лицу, брови, ресницы, губы, зубы, да? Да, дальше. Цвет. Цвет кожи. Мой секрет. Вы знаете, я долгое время снимала видео. Я была беременна. И я не ходила в солярий. То есть у меня была белокожая кожа. И пока я снимала видео... Белокожая кожа, господи, масло масляное. Ну, это я, да. Бывает. Пока я снимала видео, и, честно говоря, я себе на видео нравилась. Такая белокожая. Что-то в этом есть. Может быть, это такой не секрет красоты. Но я, когда стараюсь быть красивой, прям вся такая-вся такая, я обязательно хожу в солярий. Это вот мой секрет. Я люблю ходить в солярий. Я считаю, что немножко золочёная кожа, она придаёт более какого-то лоска, эффекта, более какого-то, знаете, такая... Леди Ди что-то. Я не знаю, как сказать, но мне загорелая кожа больше нравится, да? Как-то она... Я не знаю, каких слов подобрать, но вы меня, наверное, понимаете. В общем, я хожу в солярий, да. При возможности я хожу в солярий. Сейчас набираю я цвет. Была вот вчера в солярии. Не видно покраснения, да, никакого. Ну, полторы недели у меня был перерыв. Сейчас приеду в Ростов, и будет солярий у меня ростовский. Я буду набирать солярий. Мне нравится животик, когда тёмненький, ножки, когда смотришь тёмненький. Всё по-другому. Одеваешь шортики, дома ходишь. Вот если вы особенно с мужем рядом живёте, да? Одеваешь шортики, такая попка загорелая, там, да, ножки загорелые, животик загорелый. Заниматься обязательно. Вот я больна на пресс, мы дальше уже по телу идём, да? Загар. Загар, он на самом деле визуально, он уменьшает тело. Если вы загораете, вы кажетесь худее. Это тоже большой секрет на самом деле. И когда вы загораете, кажетесь худее, смотрите на себя, вам хочется ещё больше. То есть солярий, он не только придаёт вот это худобу, он ещё и мотивирует на то, чтобы продолжать совершенствовать своё тело. То есть вы смотрите, загорелый животик, вы вроде опа-попа похудели, не хватает немного кубиков, раз, там, прессик подкачали. На попку смотрите, опа, загоревшая, да, такая, ой, вроде так вот я такая хорошенькая. Вот и подкачать немножечко, да, и после этого начался пресс. Но вот у меня, например, пресс и пресс – это самые важные вещи, поэтому пресс и пресс – это мои вот секреты красоты, потому что я люблю одеть что-нибудь такое, оп, немножечко видно там животик, немножко видно прессик, видно, что вы там занимаетесь спортом, ухоженная, красивая, да, там поп всегда, как бы джинсы, штаны, всё, то есть не висит, не дребезжит, ничего. Ну а дома перед своим любимым так это вообще нужно, то есть нужно. Ногти – это одна из самых важных частей тоже девочки, потому что тоже считается, что руки, ногти – это наше лицо, они вообще выдают наш возраст, за руками нужно ухаживать. Я за ними на самом деле не ухаживаю, что касается, знаете, за руками, но они у меня вроде нормальны, пока мой возраст не выдают. Но что касается самих ногтей, мой секрет такой, что если нет времени ухаживать на самом деле за ногтями, то просто их лучше не красить, даже не красить прозрачным, потому что прозрачным тоже видно, когда обрезается. Я считаю, что самое важное – подвигайте немножечко кутикулу, смазывайте маслом для того, чтобы не было сухих вот этих вот кутикульных штук. И всё, пусть ваши ногти лучше не привлекают внимания. А вообще, это я так делала, это мой секрет такой. Я реально, мне некогда было за ногтями следить. Какой-нибудь накрасишь яркий цвет, блин, он облупливается, везде потом отковыривается, и ты ходишь, блин, и тебе некогда, забываешь постоянно. Это очень некрасиво. И для меня секрет. Я покрываю свои ногти гелем, не гель-лаком, потому что гель-лак тоже у меня осыпается, обдирается, практически, как и обычный лак, но на 3-4 дня больше держится. Мне это не устраивает, и плюс его нельзя смыть просто обычной жидкостью для снятия лака. Поэтому это совершенно неудобно. А что касается вот наращивания, вот, пожалуйста, я не помню, когда я уже сделала, настолько всё классно, что, ну, у меня даже уже отросло здесь, я вам скажу так, 5 мм, и это не видно, не бросается в глаза, и это классно. Френчик. Ещё один большой секрет, что если у вас ногти сами по себе короткая пластина, вот у меня вытянуты ноготь, то есть у меня сама по себе пластина такая длинная, да? Ну, как вы понимаете, нет? Сейчас покажу. Вот. Сама по себе пластина длинная, да? Просто я сейчас в Москве, и мне мой мастер вырастал, и вот завтра полечу, и уже сделаю коррекцию. Кончик Френча делайте тоненьким, и тогда, когда будет отрастать, видите, визуально кажется, что пластина ещё длиннее. На самом деле, это визуально удлиняет и палец, и ногти. Это очень красиво. Нежели Френч, бывает, любят делать, и я раньше так любила сам белый ноготь, прям, чтобы он его было много. На самом деле, это не очень красиво. Красивее, когда Френч тоненький. Вот такой вот мой ещё один секрет. Ну, ноги, ну, как бы понятно, что ноги-ноги, там лак держится долго, поэтому можно лаком каким-нибудь нейтральным, даже ярким красить, и раз в месяц его, как коррекцию, потом делать. На самом деле, вот на ногах, не знаю почему, но очень долго держится лак, в принципе, любой, да. Вот, что ещё? Это мы прошлись, это мы прошлись, это мы прошлись. Ну, и в принципе, всё. Волосы я никогда не наращивала. Если, вот, допустим, у вас короткие волосы, я даже не знаю, честно говоря, как за ними ухаживать, но мне нравится, да, когда, может быть, если девочки любят длинные волосы, нарастить их, хотя нарощенные волосы всегда видно. Вот я не представляю вообще, я люблю, чтобы любимый запустил там руку себе в голову, там, да, а там раз и капсулы какие-то. Вот, но я понимаю, что не у всех девчонок могут быть хорошие волосы, и, конечно, хочется нарастить и выглядеть хорошо, поэтому, может быть, это какой-то выход, да, особенно, если вы приноровились. Я помню, что у меня подружке были наручены волосы, и она не разрешала никому трогать там волосы, и там вообще всё вот так, чисто как картинка, смотрите, и всё. Но бывает, мы, девчонки, к разным способам прибегаем. В общем, да, сейчас что я делаю? Для меня волосы всегда должны быть в порядке, ногти я сейчас делаю в порядке, брови у меня сделаны, и ресницы я наращиваю, всё, хожу в солярий, всё. Я могу проснуться утром, в солярий, кстати, ещё, можно не краситься иногда, вот вы вспомните, да, вы куда-то ездите отдыхать, вы загорели, 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 и настолько классно смотрится лицо, что можно гигиеничкой просто накрасить губы, и всё. А если у вас ещё при этом брови сделаны, татуаж, то вообще замечательно, и ресницы нарощенные, это вы вообще красотка постоянно. В общем, вот такие мои секреты красоты, на это я обращаю внимание, рассказала вам, и я надеюсь, какие-то мои советы, мой опыт вам был полезен и интересен, ставьте лайк, если так, подписывайтесь на мой канал, кто в первый раз, очень много интересного, полезного, весёлого будет впереди, нажимайте на колокольчик для того, чтобы узнать о моих видео первыми, потому что часто говорят, что не приходят какие-то сообщения или ещё что-то, оказывается, у меня уже новое видео на канале, я вас там уже люблю, приветствую, что-то новое, интересное рассказываю, вы и не знаете, поэтому колокольчик вот там внизу. Всё, мои хорошие, я вас люблю, целую, будьте красивыми, я желаю вам всем быть красивыми, чтобы вас любили, чтобы вы вставали, смотрели на себя в зеркало и говорили, я богиня красоты. Я на самом деле вот немножко прикрашу волосы, там раз, притонирую что-то, уже смотрю в зеркало, думаю, бля, красотка. Пришла я с солярия, раз, смотрю, бля, что-то вообще, я классная. Поэтому я советую вам всем, смотрите за собой, это не так-то сложно, я очень ленивая и не люблю вообще тратить на всё это время, поэтому всё вам рассказала, как вы можете экономить время и быть красивыми, пусть вас любят, и главное, чтобы вы любили себя, так-то весь мир вас полюбит. Всё, я вас целую, люблю, пока-пока, до следующего видео. Детка, только спешл фою, ты думала, я читаю, но я ещё и пою, и вроде всё хорошо, но словно на краю у меня вопрос, утону или поплыву. Эта песня знаю, только для меня, ты полетишь выше звёзд, верю я. Да, всё хорошо, если на краю, я хочу, чтобы ты знал, я с тобой стою.